Продолжаем путешествовать и в этом обзоре я расскажу о поездке из Киева до станции Каховка. В данном направлении нет прямого поезда, поэтому придется ехать с пересадкой. Первую часть пути я проведу в поезде номер 102 Киев-Херсон. Мне нужно доехать до станции Снегрёвка, затем пересесть на пригородный поезд, следующий к месту назначения. Для домашних мастеров и профессионалов выбор инструмента в магазинах Днепроэм становится еще больше. Уже в продаже новые модели электропил, перфораторы, отбойные молотки, мойки высокого давления и другие инструменты. И как всегда, акционные предложения. Заходи на сайт Днепроэм или в ближайший магазин. Новинки по ссылке в описании видео. Поезд номер 102 уже стоит возле платформы. Видно, что вагоны разношерстные, на некоторых из них виднеется надпись Дунай. Как вы поняли, эти вагоны позаимствовали у другого пассажирского состава. Схема поезда 4 плацкартных, 7 купейных вагонов и 2 вагона СВ. 580 км поезд преодолевает за 12 часов. Отправление из Киева в 19.38, прибытие в Херсон в 7.55. В отличие от поезда Интерсити Киев-Херсон, который идет через Николаев, 102-й поезд следует по другой дороге через Кривый Рог. Правда, главный вокзал он проходит почти в 4 часа утра. Стоимость билетов по полному маршруту, плацкарты 218 гривен, купе 363 и СВ 1110 гривен. Я буду ехать в купейном вагоне. Это видоизмененный Аминдорф, который прошел капремонт на заводе в Днепре. В купе обычная комплектация, 4 полки, на верхних местах есть барьеры, розетки только в коридоре. Туалет классический, с выбросом отходов на рельсы. Присутствуют гигиенические средства, даже есть накладки на сиденья унитаза. Постель, которая стоит 50 гривен, это две простыни, наволочка и полотенце. Все спальные атрибуты относительно чистые. Матрас и подушка без ваты и перьев. Везде синтетические наполнители. Ну и традиционно проверил, есть ли кипяток. Титан был горячим с момента подачи поезда на посадку, так что в дороге можно будет побаловаться чаем. Поездка до Снегрювки заняла 11,5 часов. Поезд прибыл точно по графику, без опозданий в 7 часов 5 минут. Снегрювка – это узловая станция, через которую проходят две линии Николая Федоровка и Херсон Апостолова. Этот участок обслуживает подвижной состав на тепловозной тяге. На станции Снегрювка в здании вокзала находятся зал ожидания и кассы. Несмотря на то, что через станцию утром идет несколько поездов, касса не работает. Также в зале ожидания я не нашел ни одной розетки, зато под потолком висит 4 камеры видеонаблюдения. Туалет расположен почти в конце платформы, правда санитарное состояние этого объекта отбивает желание туда заходить. Напомню, что я еду до станции Каховка. Сейчас мне нужно сесть в пригородный поезд Херсон-Нововеселая. Время проезда в этом поезде по полному маршруту составляет 6 часов 40 минут, а расстояние 232 километра. Как говорится, это еще один из долгоиграющих пригородных поездов. Он делает 27 остановок, самая продолжительная 15 минут в Каховке. Итак, в 7.35 в южной горловине станции появился тепловоз 2Т10У с двумя вагонами. Это и есть поезд, который довезет меня до нужной станции. Кстати, вагоны в поезде расположены странным образом, рабочими тамбурами в разные стороны. Проводники сказали, что в депо не успели развернуть вагоны, чтобы рабочие тамбуры стыковались друг с другом. Из-за этого пассажиры бегают по платформе с одного конца в другой, чтобы сесть в свободный вагон. До Каховки поезд идет почти полтора часа. Проезд стоит 30 гривен. Как видно, к услугам пассажиров плацкартный вагон, который по сути является общим. Все места распределяются по 3 человека на каждую нижнюю полку. С учетом того, что люди в вагоне около 15 человек, места хватило всем. Некоторые даже успели прилечь и вздремнуть. Несмотря на то, что поезд курсирует в пригородном формате, в вагоне растоплен титан, и пассажиры могут налить себе кипяток. Туалеты в вагоне чистые, аккуратные. Есть туалетная бумага и мыло. Обычно во время всех поездок я стараюсь отмечать особенности пейзажей, за окном и другие неординарные места. На этот раз на подъезде к новой Каховке можно увидеть водохранилище, дамбу и гидроэлектростанцию. Из окна вагона всей красоты, конечно, не передать, но увидеть уникальное сооружение можно. Недалеко от ГЭС есть платформа электромарш, где останавливается поезд. Здесь выходят те, кому нужно попасть в новую Каховку. Следующая станция – Каховка, однако она располагается в городе Теврийск, а непосредственно город Каховка находится в 8 километрах. Что касается итогов поездки, в дороге я провел 13,5 часов и потратил 378 гривен. Ну и самое главное, зачем же я поехал по такому заковыристому маршруту. В Каховке находится вагонное депо, где проводится капитальный ремонт пассажирских вагонов. Этой теме я посвящу отдельный сюжет, который выйдет на канале в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok